Сегодня я вас всех тут собрал не просто так, это такой знаете мой некий подкаст, тут не будет никаких картинок, ничего прочего, просто мои мысли, то есть возможно кто-то не знает, но мой вот этот вот весь канал, он начался с моих каких-то размышлений, со всего прочего, это сразу хочу сказать неудачная стратегия, потому что пока тебя никто не знает, при том что я был известен, просто я создал новый канал и тут типа было мало подписчиков, это было мало кому интересно, ролики с моими какими-то мнениями, рассуждениями и так далее, уже сейчас они набирают просмотры, люди там как-то дискутируют, как там все это делают и все прочее там вот в общем-то так же происходит, однако сегодня мне бы хотелось немного поговорить о вообще будущем Блэк Раши, потому что вы понимаете, она открыла 16 сервак, тем самым сравняясь с Аризон, то есть до этого в своих видеороликах каких-то вот этих вот мельком и так далее, я уже обсуждал то, что вообще будет, то есть вот как я все это видел, но давайте обсудим все это более глобально, то есть с каких вообще ну частей вот все это будет, то есть как будет происходить вся вот эта вот глобальная борьба между Блэк Рашей и Аризон, давайте я расскажу немного поподробнее, сейчас разумеется в GTA Samp, да в общем-то и в GTA CRMP на телефон, да и просто в GTA CRMP, там не одни вот эти вот проекты монополисты, да у них больше всего онлайна, да у них больше всего серверов, да у них больше всех денег, да у них там больше всех ютуберов, все ютуберы работают на них и это плохо, это очень плохо, дальше я расскажу почему, однако я думаю, что вы все это сами прекрасно понимаете, и есть вот эти вот все серверовики, которые тоже там более-менее не держатся, у них тоже есть там какие-то ютуберы, но факт остается фактом, то есть все серверовики, которые вот там идут после Аризоны РП, они медленно-медленно теряют свои позиции, теряют свой онлайн, то есть позиции они потеряли уже давно, а вот онлайн, который у них есть в данный момент, они его теряют, все потому что они не могут угнаться за Аризоны РП, понимаете, когда у вас очень много денег, когда у вас очень много идей, когда у вас очень много ютуберов, когда у вас преданная фан-база, когда у вас есть вот это вот все, то двигаться вам по всей вот этой вот лестнице GTA Sampo и вообще всего вот этого прочего, вам намного легче, потому что у вас есть люди, которые допустим, или даже не так, у вас есть деньги на людей, которые будут придумывать обновления, у вас есть деньги на людей, которые будут эти обновления реализовывать, у вас есть деньги на людей, которые будут обо всех вот этих вот обновлениях рассказывать, То есть, нечто подобное, там вот всё это будет, я думаю, что вы должны всё это понимать. И вот сейчас, когда есть серваки, которые там идут после Аризона РП, мы название называть не будем, но я думаю, вы примерно представляете, что это такое. Когда есть вот эти вот все серваки, то они составляют конкуренцию, но они скорее, ну не то, что конкуренция, они вот хавают вот этот вот маленький кусочек пирога. То есть, есть один кусок пирога, и вот он делится между всеми этими людьми, между всеми вот этими вот проектами, и там кто-то ещё играет. Кто-то играет из-за того, что там вот больше всего нажитое имущество, кто-то играет из-за того, что там легче занять лидерку, админку и всё прочее. То есть, вообще банально вот всего этого много, всех вот этих вот вещей. И на BlackRush та же самая ситуация, то есть BlackRush, она же в GTA CRMP на телефон, и просто в GTA CRMP она же не одна. Вот есть же ещё вот эти вот все серваки, проекты и так далее. То есть, как лично я всё это вижу. BlackRush сейчас после всего этого будет заниматься портом всего этого на компьютер. То есть, даже не портом, а скорее переносом. Я не думаю, что будет очень сложно как-то всё это адаптировать под компьютеры. То есть, с компьютера под телефон адаптировать это да. Мы знаем одного человека с именем Евгении, проектом там, я думаю, вы сами знаете каким, вот с моей ненавидимой буквой. Он там всё это делает, всё это продвигает и так далее. До сих пор не вышел Mobile, тот самый, того самого проекта. Вот в том-то всё и дело. А у BlackRush всё есть, у BlackRush всё работает, у BlackRush всё оптимизировано. Да, разумеется, есть какие-то вылеты, есть какие-то баги, есть какие-то недостатки и всё прочее. Но сам факт в том, что там всё работает и перенести это на компьютер, мне кажется, не составит никакого труда. В этом всё дело. И когда ты на всё это смотришь, то есть ты понимаешь, что когда все вот эти вот сироки их либо скупят, либо они сами закроются, либо будет там ещё вот нечто подобное, будет два монополиста, как знаете, как Coca-Cola и Pepsi, только тут, знаете, BlackRush и Arizona RP. Я уже рассказывал о том, что Arizona RP, она будет там, знаете, немного метить в CRMP, а BlackRush она будет немного метить в GTA Sam. По итогу, если честно, я не могу сказать, что будет дальше, но сам факт в том, что я думаю, следующим шагом за BlackRush, после того, как они, наверное, там, я не знаю, додумаются открыть ещё один сервак, чем опередят Arizona RP, я думаю, что нужно будет переносить уже BlackRush на компьютеры, чтобы можно было зайти с компьютера. Тот же самый Raid Shadow Legends, изначально он был только на телефоны, сейчас он есть на компьютерах, то есть можно поиграть, всё там замечательно. Я считаю, что с BlackRush нужно сделать точно так же, это лично моё мнение. Возможно, уже кто-то всем этим занимается, если, так сказать, мои видеоролики смотрят такие высокопоставленные люди с BlackRush, то вы тоже, разумеется, можете там обо всём этом сказать, писаться, какие у вас вообще планы, или это всё, возможно, в секрете и так далее. Но мне кажется, что вот пусть будет, то есть даже если там не будет никто играть, то пусть будет. Пусть будет, как в ситуации с Arizona Mobile, когда он как бы есть, но неизвестно, играет ли на нём кто-то или нет. То есть вот я считаю, что пусть будет лучше вот так вот, и мы посмотрим по итогу, что из всего этого получится. Лично я вот настроен оптимистически, и, ну, хорошо, что они хотя бы немного в разных таких направлениях работают, то есть Arizona RP это GTA Samp, а BlackRush это GTA CRMP, и на телефон, плюс-минус. То есть изначально BlackRush должна будет войти во весь этот компьютерный шоу-бизнес, скажем так, хотя, разумеется, это немного не то определение, и я не думаю, что, ну, как-то можно всё это сделать, вот, и так далее. Однако, ладно, я думаю, что на этом можем закончить, вы можете писать свои предположения по поводу всей вот этой вот BlackRush и того, что вообще будет с BlackRush и с Arizona RP, какая у них там будет война, какие у них там будут все вот эти вот прочие вещи, всё это вы можете написать в комментарии, я всё это обсужу, посмотрю, проверю, и, в общем-то, всё будет замечательно, хорошо и круто. Я играл на 11 сервере Indigo BlackRush, ссылка на скачивание лаунчера находится в описании данного видеоролика, там же находится мой никнейм Данила КПРФ, там же находится мой промокод, хэштег ZDSAY, и всё там вообще есть. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока и, разумеется, до свидания, и, разумеется, пока. Субтитры сделал DimaTorzok